Компания Sony решила сказать пока новым технологиям. Она возобновляет производство виниловых пластинок. 30 лет не считала его выгодным, а теперь передумала. Аудиофилы, говорит, истосковались по прошлому, искупают грамм пластинки. За 6 лет спрос вырос 8 раз. Компакт-диски все давно извели на подставке под горячее. Слушать музыку на гаджетах это любой может. Выделиться нынче все сложнее. А коллекционирование винила без обязательного прослушивания даже хобби элитарное. Еще бы! Кто не захочет попасть в один ряд с Биллом Клинтоном, Бобом Марли, Бьорк, Мерлин Монро, Квентином Тарантино, Принцем Чарльзом и Стивом Джобсом. Они когда-то собирали или до сих пор коллекционируют аналоговый звук. Да и денег требуется немерено. Редкие записи за десятки тысяч рублей покупать придется. Но говорят, что скоро, лет через 10, вложения будут окупаться. Пластинки на полках станут винтажнее, а ностальгия у покупателей сильнее. Коллекционер Николай Паршин собрал 6 тысяч пластинок в своей хрущевке во Владивостоке. Видимо, рассчитывает перебраться в центр Москвы. Эксцентриссима.